В данном видео рассмотрим настройку GMX на Zabbix сервер, а также в качестве примера настройку на удаленном узле. Вначале нам будет необходимо установить JDK. Установку будем производить на операционную систему Debian. JDK у нас является комплектом для разработчика приложений на Java языке. Если у вас уже Java установлена, то данный пункт можно пропустить. Для проверки версии Java в терминале набираем следующую команду java version и в ответ получаем установлена у нас ли Java или нет и какой версии. Должно работать как на 8 версии, на 11, 14 и новее. Если хотя бы одна из версий у вас установлена, можно попробовать запустить JMX на данной версии. Если что-то запускаться не будет, можно обновить. Если Java не установлена вовсе, то производим ее установку. Здесь приведено несколько примеров установки для Java 8 версии. Для этого добавляем в лист с репозиторием внешние репозитории. Здесь репозитории взяты от Ubuntu, так как на тот момент еще в Debian пакетов с Java не было. То есть добавляется данные два репозитория, выполняется обновление пакетов и производится установка Java 8 версии. Здесь у нас это Oracle Java 8 Installer. Далее прописывается патч переменные. Пример для установки 11 версии. Здесь также прописывается репозиторий. Далее загружаются ключи к данному репозиторию. Обновляется список пакетов и производится установка. Далее проверяем версию и получаем в ответ, например, 14 версию. Есть небольшой нюанс в новых версиях при переключении с Oracle Java на OpenJDKey или какую-любую другую сборку JDKey. Поскольку Oracle теперь использует коммерческую лицензию и вы можете использовать Java бесплатно только для разработки и тестирования. Но данное поло нельзя использовать в производстве. Для этого требуется приобретение лицензии. Здесь у нас приведен пример установка из исходного кода. Также есть еще один репозиторий Ubuntu. Аналогичным образом необходимо добавить ключ, обновить список пакетов и установить Oracle Java 11 версии. Если возникают ошибки, выполняем следующие команды и делаем повторную установку. На данный момент Java у нас должна быть доступна также из стандартного репозитория Debian. Как обычно, так и JDK. Среда разработчика также доступны. На данный момент здесь у нас есть 11, 8, 7 и 5 версия. Доступны для установки. Еще один пример установки OpenJDK. Здесь у нас идут от 8 версии до 17. Приведены различные примеры установки. Запускается установка необходимой версии. Команда Java версия надает нам текущую версию. В данном случае у нас установлена версия 11.0.12. На официальном сайте можем просмотреть последнюю доступную версию. Здесь у нас на данный момент прописывается 17 версия. Доступны загрузки как для Linux, macOS и Windows. В данном случае это у нас все среда разработчика. Можно также скачать пакетом и установить. Либо скачать исходный код и поставить из исходного кода. Рассмотрим два примера установки. 14 версии и 11 версии. Добавим репозиторий. Открываем список репозиториев. Копируем репозиторий. Добавляем. Выходим с сохранением. Добавляем ключ к репозиторию. Выполняем. Ключ успешно добавлен. Обновим список пакетов. Здесь он нам выдал то, что изменилось значение поля с 11.0 на 11.2. Добавим еще один репозиторий. Копируем. Переходим в список репозиториев. Добавляем. Выходим с сохранением. Сохраняемся. Обновляем список пакетов. Получили ошибку забыли добавить ключ. Добавляем ключ к репозиторию. Выполняем. Импорт ключа прошел у нас успешно. Обновляем повторно список пакетов. Пробуем установить Oracle Java 11. Соглашаемся с установкой. Начинается установка Oracle 11. Выходит лицезионное соглашение. Нажимаем ОК. Далее нажимаем ДАМ. Вышла ошибка. Выполняем следующие команды. Запускаем. Дожидаемся завершения. И выполняем повторную установку. Установка у нас успешно завершена. Далее сразу же установим 14 версию. Как пример установки. Запускаем установку. Происходит загрузка пакета. Процесс установки. Установка прошла успешно. Проверяем текущую версию. Версия у нас стала 14.02. Это что касаемо установки версии Java. Также есть другие варианты установки. Самое простое это установить из официального репозитория. Если данная установка доступна. Переходим далее. Далее у нас идет установка Zabbix Java шлюза. Zabbix Java Gateway. Это демон написанный на языке Java. Используется Zabbix для получения значений. Счетчиком GMX. В официальной документации Java Gateway у нас есть описание. Далее есть моменты, которые стоит учитывать. То, что два данных параметра должны быть равны друг другу. Либо StartPollers должен быть больше, чем StartJavaPollers. Так как может возникать время ожидания более чем задано в таймоуте. И данные могут не прийти. Они будут просто отброшены. Поэтому стоит учитывать две данных настройки. Далее раздел получения Java Gateway. Здесь у нас идет три варианта установки. Из исходного кода. Далее для Centrs и для Debian. Здесь у нас открывается инструкция по установке из исходного кода. Далее после установки из исходного кода идет инструкция по настройке и запуску. В исходном коде у нас идет три скрипта. Один завершающий, другой для старта. И третий это у нас содержит в себе настройки. При установке из пакетов здесь у нас указывается пакет, который необходимо установить. И уже управление сервисом. Здесь есть также файл настройки конфигурации. Ниже прописаны настройки для сервера. Здесь также указано три примера. Это установка из репозитория пакетом. Ниже приведен пример файла конфигурации. Здесь у нас используется всего лишь одна строка. В дальнейшем будет раскомментировано две строки ниже для теста. Далее идет запуск сервиса и добавление в автозагрузку. Второй вариант. В принципе он аналогичный, но здесь загружаться нужна нам версия Zabbix. Например, у нас еще старая версия 4.2.1. А в репозитории у нас более новый пакет. Поэтому заходим в официальный репозиторий Zabbix. Выбираем нашу текущую версию. Выбираем нашу операционную систему. Пул. Выбираем Mine. Дальше Z. Zabbix. Здесь находим необходимый нам пакет. Загружаем его на Zabbix сервер и производим его установку. В принципе это аналогично первому пункту. Настройка далее производится аналогичным образом. Управление происходит следующими командами. То есть старт, перезапуск и остановка. Третий вариант установки это установка из исходного кода. В данном случае она у нас уже установлена. Добавляется данный параметр. Когда мы устанавливали тестовый сервер Zabbix. Данная команда была введена. Поэтому Zabbix Java Gateway у нас уже установлен из исходного кода. Исходный код также можно скачать из официального репозитория Zabbix. Опять же здесь выбираем версию Zabbix. Операционную систему. И загружаем оригинальный архив. Далее извлекаем архив. Переходим. И запускаем установку. Поиск текущей Zabbix Java можно произвести следующей командой. Возможно в некоторых случаях отличаться путь. В некоторых случаях путь может быть таким. В другом же случае путь может быть таким. Перейдем в данную директорию. Здесь у нас располагаются три скрипта. Далее две директории. Настройки. Здесь у нас прописана всего лишь одна строка. Скрипт завершением. Со следующими настройками. И скрипт запуска. Также в данном файле настроек можно использовать следующие настройки. Ниже приведены примеры скриптов. Запустим Zabbix Java следующей командой. Запускаем. Здесь он нам выдает различную информацию. Проверим то, что все запустилось. Здесь он нам вывод дает то, что Zabbix Java Gateway уже запущен. Просмотрим хетоп. Java у нас работает. Здесь указан наш PID файл. Просмотрим порты. Данный порт у нас работает. Далее рассмотрим вариант установки Zabbix Java Gateway из пакета. Пакет будем использовать в версии 4.2. То есть будем применять второй способ. Выбираем пакет 4.2.8. Zabbix Java Gateway. Копируем ссылку. Переходим в директорию root. Загружаем данный пакет. Пакет загрузился. Выполняем установку пакета. Пакет успешно установлен. Просмотрим файл конфигурации. Файл конфигурации аналогичен исходному коду. Здесь только отличается путь на PID файл. Ниже у нас раскомментированы две строки для тестирования. GMX на самом Zabbix сервере. Выходим из данного файла. Далее необходимо добавить сервис в автозагрузку. При включении Zabbix сервера. Для этого выполняем следующую команду. В автозагрузку сервис успешно добавлен. Если мы попробуем запустить сейчас сервис. При уже запущенной Java через скрипт. То мы получим ошибку. То есть идет попытка запуска. И здесь мы получаем ошибку. То что процесс уже используется. Порт у нас занят. Для того чтобы запустить через сервис. Нам необходимо остановить выполнение через скрипт. Останавливаем. Проверим через HATOP. Java у нас здесь нет. Пробуем запустить через сервис. Сервис у нас успешно запустился. Проверим. Здесь у нас появилась Java. Появились данные настройки для тестирования. Здесь также используются другие пути. В отличии через запуск через скрипт. Из исходного кода. Если попробовать запустить в данном случае скрипт. То мы получим ошибку. Так как у нас порт уже используется. С помощью сервиса запуск через скрипт невозможен. Здесь он нам также выдает в логе. То что адрес у нас уже используется. Соответственно одновременно оба варианта работать не могут. Либо делаем это все через сервис. Либо делаем все через скрипт. В зависимости как это у нас установлено. Из исходного кода. Или с помощью пакета. Могут быть установлены оба варианта. Как в данном случае. Но пользуемся каким-то одним. Если мы настроили сервис на автозагрузку. Пользуемся только сервисом. Еще раз управляющие команды. Для данного сервиса. И переходим далее. Настраиваем конфигурацию Zabbix сервера. Если она у нас еще не настроена. Находим первый параметр Java Gateway. Здесь у нас прописан IP адрес Zabbix сервера. Далее порт 10052. Количество полеров для Java 5. Как помним полерсы для Java у нас должны быть равны общим полерсам. Либо общие полерсы должны превышать количество Java полерсов. Проверим общее количество. Общее количество у нас указано 50. То есть оно превышает количество Java. Далее после настройки конфигурации Zabbix сервера. Выходим с сохранением. В данном случае у меня уже все настроено. И перезапускаем сервис Zabbix сервера. Для применения настроек. Со стороны сервера настройки у нас завершены. Далее переходим на сторону узлов. И настраиваем со стороны узла. Переходим к стороне узла. Будем рассматривать на примере Tomcat. Установленного на Windows сервер. Здесь у нас есть официальная инструкция в Zabbix. То, что нам необходимо прописать для удаленной работы. Указываем удаленное подключение. Порт. Далее аутентификация. Включение либо выключение SSL сертификата. И непосредственно путь на саму Java. Ниже приведен пример с более обширными настройками. Также еще указано несколько ссылок по настройке. GMX подключения. Это статья на Harp. Здесь приведены примеры настроек. Платформа Куба. Также есть некоторые примеры настроек. Сайт Stackover. И многие другие сайты. Ниже здесь приведены различные примеры для настройки. На сервере у нас есть две службы Tomcat. Шестой и седьмой версии. Работа от более новой версии седьмая. Переходим в папку с установленным Tomcat. Запускаем настройки. Здесь у нас прописывается все по умолчанию. Завершение. Старт. Меняются настройки лишь в параметре Java. Указывается путь до текущей версии JDK. Далее расположение Java классов от Tomcat. И ниже задаются наши параметры. Здесь у нас задается IP либо DNS узла, на котором установлен Tomcat. Далее доступ удаленного подключения. Здесь у нас указывается localhost. Далее порт, на который производится подключение. Параметры аутентификации, сертификата и другие различные параметры. После данной настройки нажимаем применить ОК и перезапускаем службу Tomcat. Здесь больше править нам ничего не нужно. Далее запускаем Java Mission Control. В разделе подключения создаем свое новое подключение. Указываем IP адрес удаленного узла. Порт, который мы указали. Логин, пароль для подключения. Проверяем данное подключение. После чего здесь у нас появляется наше подключение. Здесь мы можем просмотреть некоторые данные по загрузке Java. Ниже у нас также представлены графики. Вверху выбранные параметры. В виде браузера выбираем нужный каталог с параметрами. И в виде таблицы у нас отображаются данные. Триггеры. Также можно настроить. Информация о системе. Информация о памяти. Подключение. И команды диагностики. Версия данного JDK для Windows у нас здесь старая. Просмотрим. Седьмой версии. Далее переходим на Zabbix сервер. Шаблоны для GMX. Три шаблона для Tomcat. И один шаблон прочие для Java. Здесь у нас 36 элементов данных. В целом элементы данных повторяются только для различных портов, триггеры и графики. Три элемента данных для графика. Второй шаблон. Здесь у нас 8 групп данных для сбора различной информации. 26 триггеров. И 11 графиков. Еще один шаблон для Tomcat 7. 32 элемента данных. 5 групп. Здесь у нас порты уже прописываются в макросах и другие некоторые значения. Триггеры 5 штук. Аналогично первому шаблону. И графики 4. Данные шаблоны будут загружены в соответствующий раздел. Кому интересно можно скачать. Пример последних данных по группе уборщик мусора. Возьмем еще, например, какие-нибудь группы. Пул памяти. Данные по пулу памяти. Данные по группе потоки. Группа память. Группа класс. Группа компиляция. Группа время выполнения. Как видим в узле у нас GMX подсвечивается зеленым. Применены данные шаблоны. Интерфейсы GMX. Здесь прописывается IP адрес узла. Здесь прописывается порт для подключения. Более подробно по данным шаблонам не скажу. Так как это нужно разбираться более углубленно в томкат и в java. В нашем случае это дополнительная проверка к самой службе. То есть служба может работать, но зависнуть она может изнутри. Соответственно дополнительные проверки идут службы томкат изнутри. Плюс дополнительно мониторится различные параметры java. Данными настройками по томкат и java занимаются другие работники. Мы же можем предоставить сведения, полученные при помощи шаблонов. Для каждой настройки томкат и java параметры триггеров возможно меняются. Так как все зависит от выделенной памяти, мощности сервера, файлов конфигурации и других различных настроек. Также дополнительно настроено действие, так как у меня на основном сервере установлено все это дело из исходного кода. Выполняются команды на запуск zabbix java. То есть если у нас срабатывает триггер, то что jmix недоступно, выполняется действие на самом же zabbix сервере для поднятия zabbix java. Также аналогично можно сделать на сервис при установке из пакета. Также если java у нас зависает, опять же триггер отрабатывает то, что нет данных по java. И здесь прописать две команды. Остановку и старт, либо рестарт. И на этом завершим данный видеоролик. Продолжение следует...